В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В 2023 году на станции Расторгуева построят новый пешеходный мост. Данный мост будет обустроен не только через жидные пути, которые здесь проходят по Велецкому направлению, еще будет маленький участок, который проходит над улицей Донбасской. В преддверии Дня Защитника Отечества в центре Вера состоялся праздничный концерт. 22.02.2022. Сколько пар решили узаконить отношения в магическую дату? Данную дату многие молодожены подали заявление еще в прошлом году. В третьем квартале 2023 года на станции Расторгуева планируют открыть новый пешеходный мост. Современный застекленным проходом и лифтами. Он должен стать достойной заменой старого моста, который в связи с аварийностью был закрыт в мае прошлого года. Подробнее в сюжете Татьяны Брыловой. Старый мост через железнодорожные пути на станции Расторгуева был построен в 2001 году, но прослужил недолго. Еще в 2013 он был признан аварийным, но по нему продолжали ходить люди, пока в мае прошлого года проход не закрыли. Мост в итоге у нас сейчас находится в ветком состоянии, ввиду этого он закрыт. Временно у нас организован, сконструирован новый мост деревянный. Не хватает средств для перемещения по мосту малоподвижных жителей нашего города, детей с детьми, родителей с детьми, которые с колясками ездят. Конечно, неудобства большие доставляют. Но недавно стало известно, что будет строиться новый мост. Местные жители, постоянно пользующиеся переходом, такой вести рады. В соцсетях, правда, изображен несколько иной пешеходный переход, но принцип того, который будет построен, такой же. Прикольно. Получше, чем был. С лифтом? Да. Вижу с лифтом. Хорошо. Круто. Начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского округа Андрей Пальтов рассказал о планах по строительству нового моста. Планируем даты открытия моста, завершения работ по реконструкции, по обустройству нового моста над РЖД путями, который будет оборудован лифтами, который будет оборудован подъемными платформами для людей с ограниченными физическими возможностями. Ну и еще очень много интересных инноваций будет здесь применено. Значит, срок – третий квартал 2023 года. В настоящее время завершается создание проекта по сносу существующего моста. Затем регионам и Министерством транспорта будут начаты работы по обустройству нового пешеходного перехода. Примерное начало строительства – первый квартал 2023 года. Новый мост составит единую концепцию с реконструкцией МЦД-5. Данный мост будет обустроен не только через РЖД пути, который здесь проходит по Велецкому направлению. Еще будет маленький участок, который проходит над улицей Донбасская. Специально там, где выходят у нас жители с троллейбусов, с автобусов и переходят сюда, на станцию Росторгово. Затраты на оборудование нового пешеходного перехода будут разделены. Основные денежные средства направят из Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и небольшую часть из местного бюджета. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Железная дорога – удобный и востребованный вид транспорта, но, кроме того, это и зона повышенной опасности. На станции Росторгуево прошел очередной профилактический рейд, в ходе которого пассажирам напомнили о правилах поведения на платформе в ожидании поезда и при пересечении путей. Цель данного рейда – не поймать нарушителей, а предупредить жителей об опасности. Именно на железнодорожной станции Росторгуево в текущем месяце произошел несчастный случай. 7-го числа февраля этого года произошел смертельный случай на данной станции Росторгуево. Погиб мужчина, сбила его электричка. Хотелось бы всем сказать, что нахождение на путях, несоблюдение правил, нахождение на железнодорожной транспортной инфраструктуре влечет за собой очень тяжелые последствия. На станции Росторгуево рейды проводятся 2-3 раза в неделю, это точно, так как очень травмоопасный участок. Так как мы работаем с детьми, с несовершеннолетними, основное внимание у нас, конечно, уделяется несовершеннолетним, хотя замечания, какие-то беседы мы можем провести и со взрослыми гражданами. В ходе мероприятия было выявлено несколько фактов передвижения людей вдоль железнодорожного полотна. Давайте я пройду, как вы билеты. Не надо, не ходите больше никуда, вы сейчас сядете. У вас никто штрафовать не будет. Мы не собираемся вас штрафовать, мы вам читаем лицо, мы вам рассказываем, что вы нарушаете. Хорошо. Вы нарушили статью 11.1, мало того, вы еще рискуете своей жизнью, здоровьем. С пассажирами были проведены беседы, во время которых участники рейда разъяснили жителям опасные последствия пересечения путей в неустановленных местах. Люди, чтобы проехать без билета, прыгают через платформы, ничего не боятся. Поезда не слышно и происходит трагедия. Житель города Видное Владимир Дворцов рассказывает, что особенно много нарушителей, желающих сэкономить время и деньги, на станции утром. Где-то, наверное, вход есть открытый, и каждый раз прям даже подъезжает состав и все равно залазит, конечно. Ну и плюс еще даже с противоположной стороны, ну и где нет, конечно, входа по билетам. Профилактические рейды на станции Расторгуева, а также на других платформах, расположенных на территории муниципалитета, проходят регулярно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На прошлой неделе в Видном на улице Гаевского произошел пожар. Горела квартира, погиб человек. Благодаря оперативной работе спасателей удалось нейтрализовать огонь, и он не распространился на другие жилища. В связи с происшедшим представители МЧС по Ленинскому округу провели с жильцами дома встречу по пожарной безопасности и объяснили, как необходимо вести себя в случае возгорания. Подробнее в репортаже Юлий Пагасен. Было около двух часов ночи, и жители дома номер 4А по улице Гаевского спокойно спали, когда в квартире 32 произошло возгорание. По предварительным данным, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, уснул с непотушенной сигаретой. Квартира, горящая, была на втором этаже. Было большое задымление. Зином ГДЗС, пожарные подразделения, обнаружили в квартире труп человека, который рядом с диваном находился. По следам произошедшего, дабы разъяснить жильцам дома правила обращения с огнем и принципы поведения при возникновении пожара, сотрудники МЧС организовали встречу с населением. Наличие дома огнетушителя и прибора, фиксирующего малейшее задымление – наиболее эффективный способ уберечь себя и свое жилье. Сейчас такой прибор есть, автономный дымовой пожарный извещатель, который очень своевременно, быстро извещает о возникновении пожара. Небольшое, малейшее задымление, и он срабатывает, пищит очень громко. Я думаю, что если бы в этой квартире, о которой мы говорим, стоял бы такой автономный дымовой пожарный извещатель, он даже человек в состоянии алкогольного опьянения способен разбудить. Пострадала не только квартира, где произошел пожар. Стены, потолок и пол в подъезде в сильной копоте. Нормально дышать в таких условиях практически невозможно. Жители надеются на помощь управляющей компании. В ближайшие три дня в управляющей компании будет произведена уборка помещений, общедомовых помещений, подъездов, то есть так называемых, но в ближайшие три дня мы все отмоем и уберем. Ситуацию под личный контроль взял депутат соседнего избирательного округа Павел Русаков. Какие-то ремонтные работы, они все равно потребуются, потому что гаря вся эта не отмоется, она въела из стены. Ну и после этого, конечно, сейчас немножко собственница, которая осталась после трагедии, я так понимаю, супруга погибшего, придет в себя. И будем выходить на связь, будем пытаться оказывать помощь в части, там может быть и ремонта, подключать наших коллег, друзей для того, чтобы привести это все в порядок. Будем поддерживать, помогать и с жителями этого округа. Я буду стараться быть чаще на связи. Такие профилактические встречи спасатели проводят не только после несчастных случаев. На ежедневной основе ходят по дворам и квартирам, чтобы в очередной раз напомнить людям о значимости пожарной безопасности. Юлия Погосян, Александр Лугинов, Ругосадовская. Видно этого. В преддверии Дня защитника Отечества в Центре социального обслуживания «Вера» в Видном состоялся праздничный концерт. Несмотря на то, что зал едва смог вместить всех желающих, на мероприятие царила добрая семейная атмосфера. Ею проникся и наш корреспондент Максим Козлов. Защитник Отечества – это герой. Надежда и совесть – отчизность святой. Он знает, что мир и домашний очаг дороже богатств, драгоценностей и благ. Вряд ли это мероприятие можно было бы назвать концертом в полном смысле слова. Для защитников Отечества подготовили игры, викторины, стихи, ну и, конечно, песни и танцы. Первым делом, первым делом самолеты, ну а девочек, а девочек потом. Защитники Отечества, бывшие в зале, с удовольствием поделились с собравшимися некоторыми подробностями своей боевой службы, в том числе в нелегкие 90-е годы прошлого века, когда за политическими вихрами армия оказалась не у дел. Работали в колхозах, в совхозах, для того, чтобы взять кусочки там мяса, говядину, еще что-то. Это были тяжелейшие годы. Это настолько они мне такую рано в сердце оставили, что, ну вы понимаете, да, когда в столовую приходишь, будучи командиром части или замначальника строительного управления уже, а кушать нечего. Одна из участниц мероприятия, Наталья Казакова, напомнила собравшимся, что среди тех, кто носит гордое звание защитник Отечества, немалые женщин. Я 30 лет проработала в Петровском военном госпитале. Мы обслуживали военнослужащих всего, так сказать, вот здесь расположенных всех частей. А также во время Афганской войны и войны в Чечне к нам в госпиталь привозили раненых. В подготовке праздника принимали участие порядка 20 человек. Среди них как местные коллективы, ансамбль танца без границ и хор русской песни «Верные подруги», так и активные помощники. Ученик Дыши, поселка Горки-Ленинский Николай Морозов и воспитанники Видновского детского сада номер 41 «Радуга». Посетители Центра Вера – участники губернаторской программы «Активное долголетие», в рамках которой люди пожилого возраста посещают различные спортивные и культурные программы. А потому организация подобных праздников – дело нелегкое. Между экскурсиями надо успеть еще праздники подготовить. И праздники пошли у нас просто один за одним. 23 февраля, в следующий понедельник Масленица у нас. И на той же неделе, 3 числа, праздник, посвященный женщинам. Так что впереди у коллектива Центра Вера и его посетителей большие творческие планы. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Четвертый этап открытого чемпионата Ленинского округа по гонкам на выживание прошел в деревне Горки. В числе участников соревнований – 14 пилотов. Заезды из-за погодных условий выдали сложными, но оттого стали еще более зрелищными и увлекательными. Наша съемочная группа болела, разумеется, за видновчан. Комья, мокрые грязи, потаявший снег и огромные лужи. Зимние заезды в гонках на выживание традиционно считаются очень сложными. Но в таких условиях пилотам болидов только азартнее. За адреналином приехали 14 спортсменов из разных уголков Подмосковья, а также столицы. Правила просты. Несколько предварительных заездов, утешительный и апогей, финал. Проявить себя гонщику надо не только в скорости, но и в умелых маневрах и смекалке. А учитывая полную погодных сюрпризов трассу, многое решает удача. Абсолютно непредсказуемо. Начнем с того, что машины могут наесться водички и просто сломаться у лидеров, в том числе и у аутсайдеров. Поэтому это не та гонка, где есть трасса и пилоты, и траектория. Та гонка, где есть море грязи, море машин. И кому повезет вырваться вперед, наверное, тот и будет хорошо ехать. Болидом под номером 63 управляет гонщик из Москвы, каскадер Андрей Березкин, который не пропускает ни одного заезда в горках. И сегодня, по его словам, трасса одна из самых тяжелых, когда все может поменяться в одну секунду. Забегая вперед, скажу, что пилот Березкин придет третьим, хотя на протяжении всей гонки его позиции менялись. И не раз. Конечно, комфортнее ездить по спокойной трассе, но когда нет вариантов, здесь тоже свой интерес, свое удовольствие. Она же как и тренировка, ты вкатываешься, больше чувствуешь автомобиль по разным трассам. В этом и есть слава гонок на уживание, потому что все время разная погода трассы, все время по-разному. Открутить головой 360, чтобы видеть, чтобы тебя не ударили, не задвинули. В этом как бы удовольствие гонок на уживание. Уже после первого круга помощь понадобилось сразу четырем авто. К счастью, повреждения оказались не очень серьезными, их быстро исправили. И на второй заезд болиды вышли в полном составе. Наш муниципалитет представляли сразу несколько гонщиков. Заместитель начальника территориального отдела Горки Ленинский Сергей Губанцев долгое время был в числе организаторов соревнований. И вот сегодня он уже за рулем. Дебютантов везет. Ну, не знаю, главное доехать. Сегодня главная задача доехать, чтобы не выбили. Чтобы пройти все, попасть в утешительный, обязательно проехать. Ну, повезет попасть в финал, не более. Готовы? Есть желание продолжать? Готовы! Конечно, есть. Спортивный дух, все замечательно. Надеюсь, что наши гонки будут дальше развиваться. Опытнейший пилот, видновчанин Константин Колобков вообще сравнил гонку с заплывами. Из-за снежно-грязевой каши на трассе нет обзора, значит, нет и нужной траектории движения. Но эмоции незабываемые. Кстати, в группе поддержки нашего спортсмена известный актер Марат Башаров. Я бы это назвал заплывами. Это не езда, это заплывы. Ну, началось как-то не очень дачно выравнивать. Ну, это нормально, потому что не видно. Не помогает. Вот эти все специальные у нас есть атрибутика такая, что кассеты там передергивать от грязи. Ничего не помогает. Все, последний заезд ехал без очков. То есть это минус по глазам бьет, но я вижу, куда я еду. Нет, спасибо большое. Знаете, как говорится, лучше вы к нам. Я болею так, что даже не болею за нашу олимпийскую команду, как болею за людей, которых только сейчас. Обнимаешь, имеешь возможность их потрогать, пощупать, а через буквально пять минут эти ребята творят чудеса. Ты думаешь, это невозможно. Поэтому это боги, это великие люди. Яркие эмоции на гонках захватили всех. И самих пилотов, и зрителей. Вот и четырехлетний Лука Радченко рассказал нам о своей мечте. Конечно же, связанной с автомобилями. Буду водить вошли, как твоя мама. А гонщиков хочешь стать? Да! Обладателем золота стал Антон Рыжиков из Новомосковска. Призы за второе и третье места достали спортсменам Даниилу Соколову и Андрею Березкину. Екатерина Коваренко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. 22.02.2022 – не просто редкая зеркальная дата. Это еще и второй день недели, а по лунному календарю – 22 лунные сутки. Такое количество двоек нумерологи оценивают положительно. Цифра 2 символизирует равновесие, гармонию, любовь и взаимопонимание. Поэтому неудивительно, что на эту дату многие молодожены запланировали свадьбу. В Видновском ЗАГСе в магическую дату, несмотря на будний день, узаконить отношения решили 20 пар. Данную дату многие молодожены подали заявление еще в прошлом году через портал государственных муниципальных услуг. Но мы с вами уже взрослые люди и должны понимать, что будущее счастья семьи зависит не только от красивой даты, но и, конечно же, от любви, взаимопонимания, взаимоуважения. И все же многие верят в магию чисел и надеются, что она принесет им удачу. Мы давно планировали уже это мероприятие. И год назад примерно я смотрел, чтобы было время подготовиться и искал красивую дату. Но вот как раз она выпала и мы здесь. Эдуард и Екатерина Цыганковы знакомы с первого класса, а месяц назад решили пожениться. Для бракосочетания специально выбрали красивую дату. Мы очень хотели, зеркально, очень красивая, не скоро повторится, поэтому решили именно в этот день. Сегодня расписаться, а потом летом сыграть свадьбу, чтобы у нас в паспортах, в документах везде была красивая дата. А отметим потом с размахом летом, когда будет хорошая погода. Скажите, вы верите, что эта дата будет какой-то определенный залог будущего семейного счастья? Обязательно. Обязательно. Все будет красиво, как и дата, так и жизнь наша красиво сложится. Зеркальные даты, где повторяются числа дня или месяца, встречаются часто. А вот полное отражение года – большая редкость. И про годовщину свадьбы точно не забудешь. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова